Дай почитать. Дай почитать. Мне решительно книга Джона Грина и Дэвида Левитана «Уилл Грейсон» не приглянулась. А ведь какая аннотация привлекательная, между прочим, вводящая в заблуждение потребителя. Судьбоносное столкновение изменит их жизни, поведет по новому и удивительному пути к романтическим порывам и созданию самого потрясающего школьного мюзикла на свете. Веселая, трогательная, пучительная история пронизана душевностью и юмором. Ведь притягивает, правда? Насторожила пометка 18+. Все же подростки помладше. Почему такие рекомендации? Со второго абзаца становится все ясно. Итак, о чем же эта книга? Есть два Уилла Грейсона. Они разные. Поэтому и каждая часть в книге, посвященная то одному, то другому, написана по-разному. Один Уилл Грейсон – хороший, послушный сын, прилежный ученик и отличный парень. Считает, что друзей не выбирают. А у него совсем не подходящий, по общепринятым меркам, большой юноша-друг Тайни Купер, прямо заявляющий о своей нетрадиционной ориентации. Первый Уилл Грейсон влюбится в девушку Джейн. Второй Уилл Грейсон живет с матерью, с которой практически не общается, потому что боится признаться, что он такой же, как и Тайни Купер. У него есть подружка Готтмаура. И вот два Уилла Грейсона встретятся. Любопытно, что у Джона Грина бесчислено поклонников, и им не интересны любые ориентации. Они читают эти книги, чтобы узнать про дружбу и про любовь, и получают от этого удовольствие. Уилл Грейсон и Уилл Грейсон прочитать стоит родителям, чтобы понять непростой мир и непростую культуру, в которой растут наши дети. А я, пожалуй, все же перечитаю «Трех мушкетеров». До новых встреч!